Вы смотрите новости, мы продолжаем. Минсельхоз снизил прогнозы по экспорту зерна и муки. За рубеж в этом году поставят 7 миллионов тонн казахстанского продукта. Отмечу, ранее планировалось продать около 9 миллионов тонн зерна. С чем связано снижение объемов экспорта и ждать ли подорожания цен на хлеб в стране? Об этом нам готова рассказать наш экономический подозреватель Гульнара Хасан. Гульнара, доброе утро. Доброе утро, Вера и наши телезрители. Уменьшение объемов экспорта пшеницы связано в первую очередь со снижением урожайности в этом году. Обо всем подробнее через пару секунд. Не переключайте. До 19,5 миллионов тонн сократится производство зерновых культур в этом году, несмотря на более оптимистичные прогнозы урожая. В прошлом году он был почти на 3 миллиона тонн больше. Причиной снижения урожайности, по данным Министерства сельского хозяйства, стали погодные условия. Жаркое лето негативно сказалось на делах хлеборобов на северо-западе страны. 8% посевов находится в неудовлетворительном состоянии. Пострадали поля и в Актюбинской области. Наиболее тревожная ситуация зафиксирована в Костанайской. В Минсельхозе пообещали помочь местным фермерам. Почти завершена уборка в Туркестанской и Жамбылской областях. В целом по стране намолочено 5,5 миллионов тонн зерна. Средняя урожайность в этом году составила 11,5 центнеров с гектара. Это на 3 центнера больше, чем в прошлом году. Как повлияет снижение урожая на стоимость хлеба на внутренней бронке? Как заверил на правительственном часе министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, роста цен на хлеб не будет. Его достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка. Продовольственная контрактная корпорация реализует порядка 150 тысяч тонн пшеницы по цене хлебокомбината. Однако снизятся объемы экспорта. В нынешнем маркетинге в году планируется направить за рубеж порядка 7 миллионов тонн казахстанского зерна и муки. Это на 2 миллиона тонн меньше, чем планировалось. Уменьшение объемов отечественного экспорта связано не только со снижением урожая. В странах, традиционно покупающих у Казахстана зерно, в этом году, наоборот, собрано больше зерновых. В текущем маркетингом году мировое производство составит 764 миллиона 100 тысяч тонн пшеницы. Это на 800 тысяч тонн больше, чем годом ранее. Такой прогноз подготовили аналитики международного производства по зерну. При этом рост производства почти на полтора миллиона тонн прогнозируется в Европейском Союзе и США. До миллиона тонн больше пшеницы соберут фермеры Канады, Аргентины и Украины. Возрастет и экспорт из этих стран. Понижение производства пшеницы от экспертов удостоились России и Казахстан. На 2 миллиона тонн меньше уберут хлеборобы России, на 1 миллион меньше – казахстанцы. К другим темам. Годовая инфляция в Казахстане выросла на 5,4% по итогам июля. В целом показатель укладывается в коридор от 4 до 6% таргетируемых Нацбанком. Однако инфляция оказалась неодинаковой для разных социальных групп. Так, для самой состоятельной части общества, это 10% населения с наибольшими доходами, она увеличилась на 5,5%. А вот инфляция 10% казахстанцев с наименьшими доходами за это же время показала рост в 6,8%. Это почти на 1% превышает верхний коридор таргета регулятора. Основная разница в усилении разрыва пришлась на корзину продуктов питания и безалкогольных напитков. Для слоев с низкими доходами она подорожала почти на 10,5%. Для состоятельных – на 8,5%. Аналогичная ситуация наблюдается в росте цен на одежду и обувь, предметы домашнего обихода и здравоохранения. О растущем социальном разрыве, несмотря на рост зарплат, упоминала глава государства Касанжомар Токаев. В послании народу Казахстана он озвучил ряд мер по его преодолению. В частности, снижается закредитованность социально уязвимых слоев населения. Многодетным и малобеспеченным семьям выделят 240 млрд тенге на жилье в рамках программы «Бахатто-Отбаса». Экспорт венесуэльской нефти упал до 16-летнего минимума. Причина тому – потеря покупателей из-за санкций США. От импорта воздержались компании из Китая и Индии. Китайская национальная нефтегазовая корпорация отказалась от загрузки в танкеры почти 5 млн баррелей венесуэльской нефти. Сами штаты не покупают углеводородное сырье у Каракаса вот уже полмесяца. В начале августа американский лидер Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов венесуэльских властей и в юрисдикции США. В санкционный список попали Центральный банк республики и Государственная нефтяная компания. Украина готовится к окончательной распродаже госсобственности. Президент страны Владимир Зеленский поручил подготовить госпредприятия к приватизации до 1 декабря. Первый конкурс пройдет не позднее 1 апреля 2020 года. На торги выставят не только государственные и коммунальные предприятия, но и компании, половина акций которых принадлежит государству. Стоимость актива должна превысить 250 млн грн, то есть 9 млн 600 тысяч долларов. В список включены энергетические и фармкомпании, машиностроительные заводы и отели. На продажу могут быть выставлены активы из банковского сектора, украинская железная дорога, укрзалит сныца и газотранспортная система. Главная причина распродажи – отсутствие денег в бюджете, считают эксперты. Страна переживает пиковый период выплат по внешнему долгу. Годовой план поступлений от приватизации в Украине выполнен лишь на 2%. Стране пришлось занять свыше 300 млрд грн, то есть около 12,5 млрд долларов. Завершая свой выпуск, информация из казахстанской фондовой биржи. Доллар продолжает рост. За минувшие сутки он подорожал на 21 тиин. Официальный курс Национального банка составил 388 тенге, 28 тиинов. В обменниках американцы продают уже за 390 тенге. Это были все новости выпуска. Вера, передаю слово. Спасибо большое. Деловые новости были от Гульнары Хасан. Сегодня мы идем дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!